Приветствую вас. Проблематика здесь связана с ребенком, который испытывает очевидно приступы агрессии. Надо понимать, что мама пишет, что он сильно ее оскорбляет, бьет сестру и сорвет сильно. Может ломать мебель, посуду, ну и так далее. Мама пишет, что боится его, когда он в гневе. Ну, я думаю, что я, конечно, не знаю всех подробностей ваших, но лично мне было немножко странно читать о том, что вы боитесь своего ребенка. Ну, как вы к этому пришли? Вот. К тому, что боитесь своего ребенка? И, соответственно, опять же, вот такой момент, что сильно вряд ли то, что вы описываете, да, происходило, ну, происходило резко. Это сильно вряд ли. То есть, я думаю, что то, что вы описываете, происходило постепенно. То есть, это вот какая-то такая постепенная динамика. У вашего ребенка. Вот. Но как-то вот получается так, что вы эту динамику как будто пропустили. Вот. Так сложно сказать. Конечно, наверняка. Вот. Ну вот, как-то вот так у вас вышло. Я думаю, что не случайно это произошло. Да, конечно, если человек, ну, как-то буянит, да, то его можно, значит, принудительно оформить, значит, на лечение. Вот. И там и в целом я думаю, что... У вас нет доверия к своему ребенку, ну, то есть просто доверительных отношений между вами и ребенком, как будто бы нет. На мой взгляд, можно и нужно восстановить доверие, что-то его беспокоит, что-то его волнует. Только, ну, пока не понятно, что и только вы, в принципе, можете это знать. Ну, если доверие есть. Мне показалось, что несколько неуверенно вы, ну, сами стоите на ногах, да? А вот, в этом смысле, ну, неуверенно в себе вы. Вот, если это так, если это так, то с этим нужно работать, чтобы вы почувствовали себя поувереннее, и вот ребенок может быть реагирует так именно. Потому что не чувствует опоры в вас. Ну, если мы не берем, там, какие-то медицинские моменты, да? Чисто психологические. Поэтому, вот, вот, в таком направлении вам нужно двигаться. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Всего самого доброго. Удачи. Удачи.